Привет! Я решила сделать небольшой цикл роликов о хоррорах 2010-х и их антологии. Сюда войдут разные, на первый взгляд, фильмы, более коммерческие и более авторские, но все они так или иначе характерны для нашего времени. Все они работают с темами ностальгии и призраков прошлого, и во всех них важную роль играют медиумы. Не в смысле люди, которые видят потустороннее, а в смысле средства передачи информации. Пленка, радио, ТВ, кино, сообщения и так далее. Но в фильме, с которого я хотела бы начать эту серию, есть и традиционный медиум, разве что без хрустального шара. Фильм Оливье Осаяса «Персональный покупатель» освистали в Каннах после пресс-показа, и поскольку годом ранее то же самое произошло с мистической драмой Гаса Вансента «Море деревьев», некоторые комментаторы предположили, что каннские критики просто терпеть не могут призраков. В действительности, в Каннах свою порцию свиста время от времени получают даже фильмы, которые впоследствии становятся всеобщими любимцами, так что дело вряд ли в призраках. С таким же успехом можно предположить, что завсегдаты и кинофестиваля ненавидят фэшн-индустрию. В том же году был освистан «Неоновый демон» Николаса Рефна. В «Персональном покупателе» Кристен Стюарт играет американку, которая работает ассистенткой богатой селебы в Париже. Ее работа заключается в том, чтобы подбирать и привозить начальнице одежду и аксессуары из последних модных коллекций, и иногда быть живым манекеном для кутюрье, если шефиня не может побывать на примерке или же опаздывает на фотосессию. Героиня Стюарт, Мурин, недавно потеряла брата-близнеца. Он умер от сердечного приступа вследствие врожденной патологии, которую врачи выявили и у самой Мурин. Ее брат обладал экстрасенсорными способностями, которые, хоть и в менее ярко выраженной форме, Мурин подозревает и у себя. Проще говоря, она медиум. При жизни брата она договорилась с ним, что если один из них умрет раньше, то подаст другому знак с той стороны. Типичный пакт для мистических сюжетов. Мурин теперь часто навещает дом в Париже, где жил ее брат, и спустя некоторое время реально замечает знаки, которые она толкует как послание. На стене выцарапан крест, в ванных сами собой открываются краны, по стенам снует загадочный пучок света. Огромным успехом у зрителей персональный покупатель не пользовался. Любители мистики называли его претенциозной артхаусной поделкой, а те, кто ждал драму, хихикали над сценой, в которой привидение рыгает эктоплазмой. Для тех, кто не понял, что это было, Стюарт позже озвучил это еще раз. Тем не менее, фильм о Саясо оказался очень симптоматичным для 2010-х. Не для кино этого периода, а именно для жизни и реальности. Талантливая и работящая героиня технически принадлежит к креативному классу с его творческими задачами и горизонтальным продвижением по карьерной лестнице. Сегодня она в Париже, а завтра может одевать жену олигарха на другой стороне глобуса. В реальности она обслуживающий персонал с определенной долей творческой свободы. Она 24 часа в сутках на связи. Зарплату получает, по-видимому, неофициально. Свою непосредственную начальницу практически не видит, при том, что ее жизнь полностью ей подчинена. И часто вместо подбора гардероба Морин вынуждена решать ежедневные снафу вроде ситуации, когда ее хозяйка, в смысле начальница, не вернула доверенную ей эксклюзивную вещь до показа. Это еще не классическая bullshit job, но уже та ситуация, в которой люди начинают задаваться не только вопросом о своей полезности для конкретного дела, но и о своей полезности как человека в принципе. Морин думает, что ей удастся установить контакт с умершим братом. В какой-то момент она начинает получать смс-ки с неизвестного номера и попеременно считает их пранком или же реальными потусторонними сообщениями. В реальности призрак – это она. Не в мистическом смысле слова, потому что в персональном покупателе нет твиста а-ля шестое чувство. Она является социальным призраком. У нее нет жизни вне работы, которая к тому же не приносит ей удовлетворения, а все ее попытки социальных контактов приводят обратно к покойному брату, к его бывшей девушке, к людям, которые хотят купить его дом, к анонимному преследователю, который может оказаться или не оказаться гостем из мира духов. Когда Марин единожды пытается войти в комнату начальницы, то долго стоит в дверях и жестикулирует, оставаясь незамеченной, как настоящее привидение. Когда ее наконец замечают, то отмахиваются. Она сама говорит, что во всем следовала за братом, и ее медиумические способности – возможно лишь способ продолжить жить его жизнью. Она начинает интересоваться оккультизмом и покупает книгу об основоположнице абстрактной живописи Хильме оф Клинт, якобы рисовавшей под руководством призраков. А позже она смотрит фильм о том, как Виктор Гюго общался с призраками при помощи столоверчения. Мир духов становится для нее более осязаемым, чем ежедневные вот эти эфемерные столкновения с продавцами-консультантами и дизайнерами одежды. Кстати, об одежде. Кому-то может показаться, что откровенные сцены с раздеванием Кристен Стюарт нужны были 60-летнему Асаясу за тем же, зачем Кишишу бесконечные лесбийские поцелуи в жизни Адель. Но здесь я в кои-то веки встану на защиту режиссера-мужчины. Будучи призраком, Марин жаждет ненадолго обрести форму живого человека. Когда анонимный собеседник подталкивает ее к тому, чтобы она примерила платье начальницы, выясняется, что Марин сама этого хочет. Она не медиум, она сама дух, который хочет вселиться в медиума, вселиться в чужую жизнь. И как привидения в многочисленных историях завладевают телом человека, чтобы совершить то, чего им хочется или чего они не успели сделать при жизни, в своей новой оболочке, пусть это всего лишь и платье от Шанель, Марин напивается, надевает сексуальное белье и мастурбирует. Это единственный эзофильм проявления ее телесности, если не считать пролитых в конце слез, снова-таки по брату. Она не только занимает чужую квартиру, как призрак, и чужую кровать, и чужие шмотки, она поселяется в чужих сюжетах, потому что у нее нет своего. Сначала это драма с отсроченным смертельным приговором, когда ей озвучивают такой же диагноз, как у брата. Потом вариация «Дьявол носит Прада» — слегка комедийная история Золушки на побегушках у властной знаменитости. А также хоррор. Не стоит смеяться над болтающимися в воздухе ногами призрака, который живет в доме брата. Он клиширован не потому, что у Осаясы на большее не хватило фантазии, а потому что это чужой сюжет. Он наверняка взят героиня Стюарт из какого-нибудь глупого фильма, который она увидела в час ночи по телевизору. Точно так же клиширован ее поход в полицию, когда ее начальницу убивают. Карикатурный полицейский карикатурно орет на Марин, потому что это еще один сюжет, в который она угодила за неимением собственного. Детективный. Психолог Эстер Кофотт, которая специализируется на изучении горя в культуре, считает, что людей, которые пережили потерю, современное западное общество склонно воспринимать как тех, кто мешает другим быть счастливыми. Она использует выражение «Greaving Killjoy», буквально «горюющий кайфолом». В ее понимании переживание горя с его зацикленностью на прошлом противоположно идее счастья, которая в общественной парадигме неотделима от идеи прогресса. Общество хочет идти вперед. Люди хотят, чтобы с ними что-то случалось. Девушка покойного брата-близнеца Марин находит себе нового бойфренда, а любовник ее начальницы совершает преступление и пытается таким образом устроить себе лучшую жизнь. Везде что-то происходит, хорошее или плохое. И только героиня Кристен Стюарт попала в такой дисхронический круг, где прошлое постоянно влияет на настоящее, а будущего нет. Она настроена оппозиционно по отношению к пресловутому императиву счастья, который предписывает ей делать карьеру и устраивать личную жизнь. Она ищет ответы не в современной психотерапии, которая, по идее, должна уничтожать призраков прошлого, а в автоматическом рисунке и кодовых перестукиваниях с привидениями, тех занятиях, которые их, наоборот, плодят. И когда в конце фильма нам кажется, что она все-таки начинает новую жизнь, едет на Ближний Восток и путешествует в какой-то отдаленный древний город, это обманка. Это всего лишь еще один готовый сюжет о паскетическом уединении в пустыне, который опять-таки оказывается заражен присутствием прошлого, которое Марин приглашает на очередной сеанс. И тут следует сцена, которая, по-видимому, разозлила каннских критиков своей неопределенностью. И совершенно зря. Марин спрашивает у невидимого собеседника, является ли он ее покойным братом. Тот отвечает одним постукиванием, то есть «да», но потом путается в показаниях. Растерявшись, Марин спрашивает, «или это все я?» Звучит одно постукивание. И здесь уже не так важно, были ли летающие стаканы и открытые краны делом рук ее невидимого брата, или же она сама владеет чем-то вроде телекинеза. Она уже призналась себе, что сама стала привидением образца 21 века. Человеком, у которого из всей собственности мопед. Человеком, который ищет осмысленные для себя знаки в коммуникации, где им манипулируют. Человеком, который не движется вперед во времени, потому что нарратив его жизни разрушен, как это вообще характерно для людей в постиндустриальном обществе. Или скорее даже не разрушен, а залипает, как заевшая пластинка. Спасибо, что посмотрели это видео. В следующий раз обсудим психологический хоррор Мэтью Холнеса «Опоссум». Не забывайте переходить по ссылкам в описании на другие мои площадки. А сейчас переключайтесь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok